Привитос Амигос, наконец-то починил сохранения, которые пропали после переустановки винды. Я, честно, сразу же навалил кирпичей, потому что заново проходить такое... Мне кажется, треть игры как минимум должна быть позади, по моим соображениям. Может, чуть меньше, чуть больше, неважно, всё равно до хрена. Никто так и не написал, как лучшая игра выглядит. С вот этим модом на реализм или с вот этим модом, вернее, или без мода, просто на графике сделанный пам, всё-таки на графике оригинальной. Выглядит она немножко получше, потому что всё более гладко. Здесь голимая темнота, просто они гамму выкрутили и называют это реализмом. Да я лучше при рендере настрою остатки графики, чтобы было так же тёмненько. Вот, а писать буду всё-таки оригинал. Так, и у меня есть стрелки. Надо подняться по лестнице и пройти по балкону и вставить их в часы. Тогда я должен заработать. Тут, кстати, сказали, что кто-то предложил вариант, который я не считаю спойлером, что надо вставить плёнку, которая есть у этой бабы, как там и зовут, у Ребекки, да, вот в эту мандулу. Вполне, кстати, логично, но нет. Сюда, видать, что-то другое вставляется. Вставить системный диск. Вон так вот. То, что у меня, это не системный диск, это микроплёнка. Её надо вставлять в микропроигрыватель и слушать, не знаю, микромузку какую-нибудь там. Ну, это запись с диктофона, как бы, с very-very old-fashioned диктофона. Потому что сейчас-то они, ну, цифровые, а тогда вот, видимо, на плёночках ещё работали. Так, по-моему, не сюда. Надеюсь, что новые вороны не прилетели. Доклёвывать старых ворон, которых я уже наубивал, заодно с ними и меня. Так, ну. Кто-то сказал, что если стоёшь на балкон, то, дескать, что-то становится с него видно. Там я слышал чьи-то шаги. Ну, да ладно. Спишем на шелест листьев. Толковый коммент кто-то написал, что... Ой, ёбаный в рот. Вот эти переходы, типа, это... Скрывают загрузку локаций. Ну, скорее всего, так оно и есть. Бека, обернись, обернись твою мать. А как же я в прошлый раз тут прошёл, если... Если тут зомбаридзе. Так, ну здесь мой склад. Ненужного барахлишка. Ружьё без патронов. Гарпун, который не перезарядить. Так, что у нас? С пяти патронов пистолета, я думаю, никого больше не убью, поэтому... Я заметил, что чёткое распределение вещей в инвентаре. У меня патроны. У Ребекки ничего. У неё предметы для квеста. И когда их в следующий раз разделят по сюжету, Ребекка жёстко отсосёт. Так, а где часы были? По-моему, я пошёл просто не туда. Ух ты. А вот тут я не был. Он ничего не нажимает. Но видно, что пар не даст ему пройти, как бы... Как вырубить вентиль, вообще непонятно. Очень странно. Блядь. Господи. Как трудно ходить, когда ты играешь двумя сразу. Слушайте, вот когда я Ребекку подсадил, она куда попала? В лифте я её поднял. И куда она... На какой балкон-то она? Вот на это. Это что? Учебный центр? Как туда пройти? Ну, вроде бы, точно не там, где я сейчас. Это вот в эту комнату, где спецназовец сидит на полу. А часы здесь есть? Интересно. Ну, какие-то вроде бы были. Давай посмотрим, похер. Чё я взад-взад-перёд ходить? Лучше круг почёта сделать. У меня и дробаш есть. Ёбаный в рот. Ты-то откуда взялся? Не было же тебя в палате-то царской. Голову спаляешь. Следующий придурок. Странная игра сделана, что ты просто стоишь и ждёшь, когда они к тебе сами придут. Потому что если я к ним пойду, камера переключится, окажется, что он стоит передо мной. Файталити. Так, ну чё тут? Почему, интересно, тут сидящий не встаёт? Нормальные занавесочки. О, ключ-то, дверь-то огня здесь. А у меня есть как раз. Опа. Это я удачно заблудился. Ну-ка, пойдём. Подожди. Точно тут ничего нет. Даже вот этот гамадрил, он тут чё сидит? Кран заржавел, не льётся ни капли воды. Но. Надо воду включить или что? Хер поймёшь. Откуда столько спецназа в учебном центре Амбреллы? Он их чё, охранял, что ли? Я сомневаюсь, что агенты Амбреллы нуждаются в какой-то охране. Палевное окно, кто-то в него вскочит. Это чё такое? Вы не можете здесь... Это бензин для зажигалки, что ли? Вот почему, блядь. Я не мог свечку наверху поджечь у этого долбоёба. Зажигалка села. Так. Стопырик. Меняемся, меняемся. Я так понимаю, что я использую бензин, и он пропадёт у меня. О, теперь зипа работает. Можно, наконец-то, закурить. Бутылка пустая. Я где-то выложил. Патронов нет, ничего нет. Ладно, давай, сдадим, как в старые добрые девяностые. Из-под вина, из-под венца бутылочка. Но сейчас в это окно кто-то влетит. Скорее всего, это будет, наверное, собака. Я думаю, что обычно собаки влетают в такие окна. Нет, никто почему-то не влетел. Потому что я просто не всё взял в этой комнате. Спецназовец продолжает там внести свою вахту вечную, блядь. Сторожить умывальник. Сука, а где же я канистры-то выложил? Вот постоянно, блядь, в этих играх, в первых капкомовских, начинается вот это вот. Где было то, где было это, где ты там вот это оставил, где-то там вот это вот. Сейчас у меня на второй этаж. Это точно. А, ещё говорили, что на статуи надо местами поменять. Статуэтки вот эти на весах? Нет. На самом деле здесь статуэтки заскриптованы. Именно тёмное на левую, белое на правую. По-другому их просто было не поставить. Я вообще вначале пробовал. Так что надо просто крыло отколоть и найти. Тогда всё будет. Пишут так же, что... Почему так мало сохранений, что типа это бонус такой, а не фишка. Чё-то лязгает там. Я согласен, что это бонус, а инвентарь маленький, это что? Это наказание, наверное, за бонус. А, вот. Вот часы, кстати, нет. Это не те часы. Тут какой-то охуенный скульптор жил, я смотрю. Просто вообще. Подожди. Чё, не здесь, что ли, лифт? Чё, нелепая комната. Я не туда пошёл. Сука, твою мать, а где ж тогда лифт-то? Вверх по лестнице, что ли, остался? Ой, блядь. В результат надо играть походу нон-стопом сел. Шесть часов посидел. Пока у тебя всё в голове хорошо сохранилось. Потому что если как только ты не играешь, ну там вот как 40 минут в день заходишь, ничего не помнишь, где и что было. Ёб твою мать. Вот я вообще куда пришёл, идеально. Но, кстати, здесь можно вставить стрелку у часов. Она где-то там была. Не туда, так сюда. Чё-нибудь сейчас. Чё-нибудь да пройдётся. А фонтанчик разве работал? Ага. Вон там в натуре какое-то говно блестит. А-а-а, ёб твою мать. Гарпун здесь нужен. Гарпуном, наверное, её надо притянуть. Инфа, блядь, соточка. Гарпун валяется на полу там где-то. Чёрт, это будет очень долгое прохождение, если так. Тупенгаген такой. Так, ну чё. А-а-а, я понял, я понял. У меня где-то здесь записан пароль 8-15. Значит, это минутная стрелка. А-а-а, впрямо, впрямо надо смотреть. Так, это 5 минут, это 10 минут, это 15 минут. Так, а теперь часовую стрелку на 8. Так, это 11, 10. Ну, в принципе, римские цифры есть, можно их не комментировать. Альфред Эр, владельца часов. Ну, всё. Ёбаный врод. Ну и механизмы. Вот, если спуститься в этом лифте каким-нибудь чудом, то внизу вставляется как бы, внизу, то есть, свечка поджигается. Но спуститься, естественно, на лифте никак, потому что он сразу же, блядь, сломался. Пуль тут всему лет 200. На звонку урантов никто не прилетит. А это что такое? Ну, ящик, и что с ним делать? Это лифт, походу, да? И потом, видимо, лифт опустится. А-а-а! Лифт опускаешь, ящик двигаешь, и забираешь вон то говно, которое лежит там наверху, на вот этой вот залупе. Гарпун не нужен, слава богу, получается. Со статуей никаких заглян. Вода чистая, но покрыто грязью. Да, интерес, с чего бы. Вернее, грязь-то откуда понятно, фонтан уличный, но странное замечание, наверное, потом можно будет выключить воду, и что-то там в фонтане найти. Такое уже было в предыдущих частях. Я сейчас пытаюсь понять, куда мне пойти, чтобы... Чтобы, собственно, чего у нее там есть, тетя баба, чтобы... А, все нормально. Куда пойти, чтобы канистру с бензином свою найти? Написали, для чего бензин в этой части нужен. Некоторые решили, что как в первой части надо трупы поливать и поджигать, но они здесь и так исчезают. Здесь надо коктейль молотого делать. Из бутылок и бензина. Так, рыцари все стоят. Понятно. Я вообще думал, что как только... Вообще не знаю, интересно, как рыцари-то разблокировать. Очень странно. Я думаю, что вот стрелка минутная как раз рыцарей-то и разрядит, нет? Так, а сейчас... Ага, вот она открылась, дверь слева. Круговой зал открылся. Интересно, а тут хантеры-то будут, динозавры какие-нибудь, ящерки? Так, а может сохраниться в жопу? Вот мне сейчас очко порвут, а я уже тут, блядь, столько хожу, что будет очень-очень жалко. Просто так взять и сдохнуть. Вроде лент хватает пока, да, у них там около 10, около 8 штук вроде. Будет забавно, если на прохождение лент не хватит. Просто тут бывает так, что заходишь в какой-нибудь туалет, на тебя там нападает бугемен какой-нибудь и рвет тебе жопу. И тебе дробовик не поможет, ничего не поможет. То есть боссы в этой части какие-то очень-очень резкие. Ничто не предвещает беды, а херак они... Вот это, да? Херак они, блядь, появляются. Ну, какая дверь золотая. Наверное, директорский кабинет по-любому. Да, вот и директор, видимо, идет. Руки от моей телки убрал, нахуй, то че? Там кто-то стонет, просто вообще жалобно. Блядь. Лежачему башку тоже нормально. Слушайте, здесь вообще 111, одни спецназы тут сидели, почему-то, вообще не понимаю. Так, как бы поступить? Наверное, надо этой бабе отдать. Отдать бутылки, пусть носит. Саму забрать патроны. Документы аккуратно разложены, ничего интересного. А, вот статуэтчика нет. Только не говорите, что я сюда за одним листиком пришел с тремя зомбарями драться. Стихотворение. Луна поклонилась земле. То, и что солнцу быть верной клянется, так как солнце, порядок везде, он основной, он основой всего остается. В нем путь к славе сокрыт, и в нем нашим рукам, и всем нашим. Блядь, это пиздец. Не открыть райских врат. Ебаная Хоуку, я пытался рифму поймать. Подождите. Луна поклонилась земле, то, и что солнцу быть верной клянется, так как солнце, порядок везде, он основой всего остается. В нем путь к славе сокрыты всем нашим рукам, не открыть райских врат. Хуйня полная. Но листик оформлен просто адский. Это подсказка. Ой, еб твою мать, опять эта хуйня. Пустая рама для картины. Похоже, картину вынули. Похоже, картину спиздили, надо говорить. С окном виднеет силуэт деревьев в непроглядной тьме. Там, кстати, книги горят. Так, ну что, у кого у нас есть лишний слот? А ни у кого нету лишнего слота. Вот так вот. А, да. Ну и куда, блядь, все это вставлять? Все, больше ничего нету, да? То есть куча зомбарей, патроны, стихи, блядь, в стиле хоку. И очередная магнитная пленка, которая вообще непонятно, что с ней делать. Урожайно. Так, а еще какая дверь открылась? А вот хер его знает, какая дверь открылась. Какая-то внешняя с балконом, что ли. Непонятно немножко, чего в натуре открыл. Но понятно, куда можно попасть. С помощью зажигалки. На карте сейчас увидел значок лифта этого. Так, сюда. Тудым-сюдым, да. В этот коридорчик. Да, а хрен ли туда идти, если ложить? Там у младенца пиписи нарисовано было. Пихен. Пихен, пихен. Надо было магнитные пленки вывалить, наверное, у печатной машинки. Ну, я думаю, а вдруг я здесь сейчас найду устройство, куда их вставлять. Блядь. Анимация поджигания свечи потрясающая, неправда. Блядь, как работает этот замок? Вот объясните, где связь между замочной скважиной, сука, и свечкой, блядь. Пиздец, какой механизм, наверное, сложный. Там индейца майя такой не снился, блядь. А они там каменные ловушки какие-то делали. Ебать, мы тут бросьте. Ой. Ну-ка нахуй. О-о-о-о. Those Russians. Патроны для гранатомёта. Биология, социология, политика. Полка завалена книгами на совершенно разные темы. Ну, и ты их, видимо, все знаешь, если понял, о чём они, да? Так, я думаю, что надо... Кстати, это можно вот это экипировать. У меня шесть всего этих херовинок для записи. Надо бы поэкономней. Я, кстати, не понял, куда я выбросил эту вот плёночку, потому что её не видно. Погоди-ка, погоди. Плёночка-то где? Вон она, за колонной. Так можно было утерять её просто навеки. Свечечка, да? В картотеке полный бардак. Но ничего интересного. Свечка, похуй, да? Здесь такое место, как будто ещё одну можно свечку. Воу-воу. Пугающе в их взглядах. Они уже райд собрались, что ли? Чё это такое? Гуд. Можете взять книгу, на которой написано good. Друзья мне пишут, как ты тут? А я нормально, супер гуд. Ха. Чё-то нихера не понял. Так, давай-ка что-нибудь выложим, полежать. Внимание. А чё у обоих-то внимание? Ребек, кто-кто трогал-то её, блин? Почему нельзя выбросить это здесь? Мне кажется, загадка с этой книженцей решается здесь же на месте. Пиздец. Чё за... Места мало, что ли, выбросить? Да, охуенно же. Низа мой не могу заметить, что бутылка практически торчит у него из задницы. Интересное место, чтобы выбросить. Да, книга добра, отлично. давайте посмотрим, между страниц что-то есть. Ну, кто был прав? Но здесь два крыла, мне только одно нужно, чтобы часы уравновесить. это, конечно, минус. Так, бутылки-то оставлять не хочется, но что-то тут у меня прям напрягает здоровье этого чувачка нашего. Надо его ликануть, наверное. Хильнуть и забрать бутылки. Да, еще и аптечек теперь не хватает, ну, вообще жесть. Я просто бичую. Ну, и больше там ничего интересного нету, да? Странно, что свечка в одном месте горит, во второй ничего не надо поставить. Любопытненько. Значит, мне теперь надо еще найти половинку черного крыла, чтобы приклеить его к статуе. К статуе черной. Так, никуда идти-то? А синее это что мигает? Что-то я там оставил? А, не канистры ли это? Ладно, срать. с этим успеется разобраться. Надо куда-то что-то выбросить, наверное, лишнее. Все-таки пора. Аудиопленочки эти повыкидывать нахер. У печатной машинки пусть поваляются. Так. Пойдем выбросим. Потому что надо сейчас эту штучку взять, ее скрафтить, потом на место ставить. Это все слоты, слоты, слоты. Ну, здесь самое, наверное, лучшее место. Ложи, никто не сопрет. Никто не знает даже, зачем это нужно. пистолет, 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 тебе без патронов тоже не архи нужен. ладно, пусть будет. Вдруг мы найдем арсенал и вооружимся. Как спецназ. Странно, тут спецназовцы есть, а оружия нету никакого. бред. И перевес на стороне белых, да. Нужно крыло черного найти теперь. ёб твою мать. И где оно может быть? Давайте подумаем, давайте посмотрим. Должна быть желтая дверь и я там еще типа не был. Так, вот там вот этот ключик такого у меня нет. Туда мне не попасть. Тут вообще ничего нет. Тут тоже ни хера. Первый этаж. Первый этаж открылся. вон слева. там сортиры и монстр этот, блядь, унитазный. Но там еще есть какая-то дверь открылась. Вторая. Жми на первый этаж к унитазному монстру. В принципе у меня есть оружие, у меня есть бутылка, там бензин в туалете мы можем скрафтить. Подожди-ка. Мы можем скрафтить коктейль молотого. и убить его сразу же. Причем вот этот монстр он перекочевал в шестую часть, я его узнал, там на рынке такие ходили и на базе Umbrella они еще на части разрывались и у них начиналось отдельно рука ползать, отдельно ноги ходят. то есть это была отсылочка такая видимо которую хер прохаваешь если не играл в резьбу Zero отсылка для упора этих фанатов серии так он где-то в сортире да здесь в очке но он вываливается на обратном пути я не сразу насколько вот бутылок три канистры тоже подбирается по три поэтому можно брать а канистры по шесть подбирается обоссаться ну-ка пойдем ему блять за родину сейчас въебем нахуй ты стреляешь осел блять а на вторую понеслось блять о-о патрончики сука досадно блять нихуя он бойкий это же пиздец какой-то че он блять хуял что ли совсем пиздец его просто не убить я хуеваю вот это терминатор блять два коктейля молотова из дробовика куча выстрелов из гранатомета два он все ходит ну пиздец опять блять окуйти нахуй отлично спасибо тебе гандон унитазный интересно а что если я в этот раз не пойду к унитазному монстру а пойду сразу в следующую дверь он вылезет на обратном пути наверное меня нахлобучить обязательно скажет а что ты ко мне не зашел блять ел твою мать где они там дерьмо случается я ранен их двое он у него пистолет смотри вот с него должны патроны выпустить но не выпадут к сожалению в этой части хуй вам всем на руль а вот блять микропленка для чего нужна сука ты можешь перестать пиздец пиздец а я их выложил пара парапам лох ой дай-ка я ребеке патроны возьму а то он ходит как обсосня блять даже может вдвоем мы бы застрелили о еще и 30 штук вообще идеально вдвоем может мы бы застрелили унитазного монстра по одному хуй там что-то еще есть ничего то есть комната чисто для микропленоч микропленочная короче да ну пойдем за пленкой хули посмотрим что на ней она обратно пути буги-вуги-мен нападет наверное блять пиздец сука гандон ну ты посмотри а почему Ребекка не стреляет спросите вы потому что блять на тебе коктейли молотова кидая его в них оу оу все забрызгал вафел но все опасно опасно ну и что кого полечим единственной хилочкой наверно бабенку ой блять да тяжко что-то стало что ты делаешь а еще эти пиздюльки тут ползали что охереть просто можно но в туалете где жил буги-мен просто вообще пиздец 6 патронов из гранатомета на одну эту мразь ушло я просто не понимаю наверное как его убивать может одним коктейлем молотовой можно можно кинуть него и бегать пока он не сгорит это было бы похоже на способ по решению данной данной проблемы но а если нет что не так то блять а ну конечно один один патрон он слишком драгоценен чтобы я его просто выкину и эту зеленую траву даже смешать не с чем так используем пусть лучше внимания будет чем опасность здесь все равно не бывает такого чтобы где-то лежала одна красная трава бесхозная без всего пиздец вас счет их двое а я хотел сохраниться чувак удачи бей его побей его как хочешь бей его ебал охуеть они их понаставили одного херу бьешь блять били бель а то есть ты не телепар не буду мешать вашим половым внедрением блять это пиздец просто пиздец какое говно я ебал ну и монстры блять они ебнули мне нахуй все я не пойду второй раз следующего блять опять по этим библиотекам ходить благодаря гениальной политике сохранения в этой игре у меня все блять все сохранения очень далеко поэтому поэтому до следующей серии манал я в рот ну и говно я покажу Продолжение следует...